Доброе время суток, любители свежих новостей, как в печатном, так и в телевизионном формате. С вами Анастасия Зайцева и сегодня мы полистаем подшивку популярных петрозаводских газет. О чем говорил город всю неделю, расскажем прямо сейчас. Не только город, но и вся республика до сих пор обсуждает отставку заместителя главы Карелии Девлетхана Алиханова, который, отработав в правительстве чуть больше полугода, написал заявление об отставке. Губернатор ее подписал и вот как он прокомментировал уход своего зама. У меня нет никаких претензий к его работе в качестве заместителя главы Карелии, заявил губернатор. Андрей Нелидов называет Алиханова одним из самых сильных менеджеров в своем правительстве. Так почему же он ушел сразу после выборов? Причин может быть несколько. Первое как раз выборы. Прибывая в должности заместителя главы республики, у Алиханова было куда больше возможностей и, если хотите, веса, чтобы продвигать своих кандидатов в Петросовет. Вторая возможная причина, рассуждает корреспондент газеты, весьма прозаичная – тяготы должности. Как-никак, отвечал Алиханов за местное самоуправление, требующее большого внимания. Бывшему предпринимателю, привыкшему критиковать власть и зарабатывать на этом очки, видимо, оказалось не под силу. Это неблагодарная работа. Разговор о народных избранниках продолжает газета «Петрозаводск». У кого наши депутаты списали кодекс этики городских чиновников, попытался разобраться корреспондент газеты «Петрозаводск». В июле прошлого года федеральный центр одобрил проект типового кодекса служебного поведения госслужащих. 17 февраля на последней перед новым созывом сессии Петросовета депутаты поднатужились и приняли свой кодекс чести. По идее, этот документ должен был стать настольной книгой городских служащих. Но, как удалось выяснить, большинство чиновников не видели его в глаза. Итак, каким же должен быть идеальный чиновник в столице Карелии? Приводить все пункты нет смысла, но общую картину кристально чистого служащего нарисовать можно. Добросовестный, ответственный, беспристрастный, корректный, внимательный, терпимый, вежливый, не курящий, одетый по деловому, сдержанный, аккуратный и, главное, не берущий взятки ни под каким предлогом. Журналист проследил чуткую связь между Кодексом чести наших депутатов и Уголовным кодексом Российской Федерации. Соответствий – масса. Сказать, что принятый кодекс бесполезен нельзя, однако отсутствие законотворческой фантазии у местной власти может привести к тому, что документ окажется очередной кипой бумаг, пылящейся на полке у наших депутатов. Ну а зачем в очередной раз запрещать брать взятки и угрожать, если такие запреты уже давным-давно установлены? Похоже, нашумевшую пристройку к дому номер 30 по проспекту Александра Невского сносить никто не собирается. И даже Верховный суд застройщику не указ. Это выяснили судебные приставы исполнителей, которые неожиданно нагрянули в построенный торговый центр. Напомним, скандал вокруг конструкции разгорелся в конце прошлого года, когда жильцы дома возмутились строительством, обвинив предпринимателей, что возведение ведется незаконно. Ущерб жильцы понесли в существенный. Несмотря на то, что Петрозаводский городской суд определил правду на стороне жителей дома, бизнесмены обжаловали решение Верховным суде. Вердикт последнего также был однозначен – пристройку снести. Однако исполнение приговора затянулось. Жильцы рассказывали журналистам, что строительство не прекращалось вовсе. Уведомление судебных приставов долго не могло дойти до адресата. Пока, наконец, на прошлой неделе не было вручено владельцу лично. После этого-то и проверили приставы, не ведется ли строительство до сих пор. Оказалось, не ведется. Впрочем, слова людей, живущих в этом доме, говорят совсем о другом. К тому же торговля началась, возмущается одна из жительниц. Мы решили сфотографировать это и зашли в магазин. Но к нам вышел представитель бизнесменов, стал ругаться, обвинил в несанкционированном митинге и вызвал милицию. Те приехали, разумеется. Нас стали запугивать, говорить, что возбудят дело. Но потом приехали люди в форме. Видимо, званием повыше и нас отпустили. Капремонт города отложен. О том, когда будут выделены федеральные миллионы на ремонт дворов и дорог, не знают ни чиновники, ни депутаты пресловутой правящей партии, выяснили корреспонденты газеты «Петрозаводск». В этом году, как и в прошлом, Петрозаводск получит кругленькую сумму из федерального бюджета в рамках программы «Новые дороги городов Единой России». Год назад местную казну упало без малого 260 лишних миллионов рублей, и многие дороги привели в относительный порядок. В этом же году сумма будет чуть поменьше, но впервые большая часть денег будет направлена на ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов. Если быть более точными, то свыше 140 миллионов утекутого дворы, а 70 миллионов на дороге. Запланированы деньги и в городском бюджете. О ремонте улиц говорить можно бесконечно. Гораздо интереснее остановиться на дворах. Сейчас, чтобы благоустроить территорию, жильцам приходится скидывать деньги на работы, совещаться и спорить о том, что лучше оборудовать – автостоянку или детскую площадку. Теперь на помощь собственникам приходит мэрия, которой тоже придется учитывать их мнение. Прилегающие к многоквартирным домам территории, стоянки и даже автодороги ремонтировать будут все. Однако есть одна деталь, которая портит все радужные перспективы. Когда будут перечислены деньги и готовы ли уже списки конкретных территорий? В администрации города пожимают плечами. В приемной первого зампредседателя Заксобрания Карелии Ивана Романова говорить отказались, мотивировав это отсутствием конкретики. Оказывается, никто ничего точно не знает. 22 марта весь мир отметил День воды. А вы помните, какая вода текла из-под крана год назад? Как мы предпочитали мыться в душе, а питьевую воду покупали в магазине? За прошедший год ситуация изменилась. Благодаря реконструкции водоочистных сооружений мы наконец-то получили долгожданную чистую воду. Как очищают воду сегодня? Из Онежского озера с глубиной 700 метров вода поступает в приемный колодец, рассказывают специалисты. Оттуда она подается в контактную камеру, где происходит первичная очистка воды от механических примесей. В контактной камере вода смешивается с реагентами и образуется поток, который поступает на осветлители, где и происходит непосредственная очистка воды. Потом вторичное хлорирование, после чего вода становится питьевой. Кстати, пробы на проверку берутся из озера каждые 4 часа. А по ряду микробиологических показателей вода проверяется каждый день во всех районах города. Через несколько лет петрозаводская вода станет еще лучше. Сейчас идет строительство второго блока очистки. Кроме того, будет построена и станция ультрафиолетового обеззараживания, где вода будет очищаться дополнительно. Уже с 28 марта этого года будет запущено новое оборудование, которое позволит контролировать качество воды, поступающей в краны петрозаводчан. Непрерывно и более оперативно реагировать на изменения в ее составе. Во всех странах мира бездомный самый трудный пациент для врача. Карелия не исключение. В списке тех, кому поставлен диагноз туберкулез, 28 лист без определенного места жительства. А такие люди за номерками в очередь не стоят, а приходят к доктору, когда совсем плохо. Они-то и становятся распространителями инфекции. В Карелии сегодня зарегистрировано 438 заболевших, и каждый четвертый с открытой формой туберкулеза. Высокой остается и смертность. В 2010 году от этого заболевания умерло 92 человека, годом раньше – 116. О победе над туберкулезом уже много лет говорить не приходится. И наши права на здоровье никак не защищены. Госдума сообразила закон о принудительном лечении. Милиция или приставы вправе доставить больного туберкулезом в диспансер. А что дальше? У нас нет такого закрытого учреждения, где бы пациенты прошли полный курс лечения. Многие из них уходят, не долечившись. Решить проблему, по мнению докторов, можно, если открыть хоспис, где бы больные получали полноценное питание, лечение и качественный уход. Тогда бы не было столь масштабного распространения инфекции среди населения. Ослабленного иммунитета бывает достаточно, чтобы этот недуг взял над вами верх. Так что ведите здоровый образ жизни. Избегайте стрессов, не курите. Ежедневная физическая нагрузка. Почаще проветривайте помещение и соблюдайте правила личной гигиены. И обязательно раз в два года флюорография грудной клетки. Если почувствовали сильную слабость, появилась потливость, беспричина снизился вес и кашель не прекращается больше двух недель, обратитесь к врачу. Не проявляйте равнодушия к таким симптомам. Не шутите с палочкой Коха. 22 марта 1895 года в Париже состоялась первая демонстрация кинофильма для узкого круга друзей. Через год в Петербурге уже вовсю крутили фильмы люмьеров. А спустя два года очередь дошла и до нашего города. Правда, Петрозаводску с премьерой не повезло. Не было электричества, а пленка была плохого качества. Кроме того, питерские гастролеры зарядили ее в аппарат вверх ногами. Поэтому зрители в течение нескольких минут не могли ничего понять. Отдураченные петрозаводчане посмеялись над собой и забыли о сомнительном аттракционе на несколько лет. Говорят, в 1901 году в городском общественном саду хозяин лесопилки в устье лососинки иногда давал электрическую энергию для кинопоказов. Но только с пуском первой городской электростанции появилась возможность регулярно показывать настоящие фильмы. Сначала в арендованном сарае, а потом для этого переоборудовали бывшую Алексеевскую библиотеку на Мариинской. С 1911 года первый городской синематограф был известен как «Сатурн». Потом появилась киноустановка в Театре «Триумф», а в советское время в бывшем духовном училище, переименованном в кинотеатр «Красная звездочка». Он стоял на месте нынешней комнаты смеха в Прибрежном парке. Спроектированный и построенный до войны зрительный зал «Сампа» имел очень хорошую акустику. Поэтому именно его в 1956 году переоборудовали в широкоэкранный. А через год в городе был открыт один необычный кинозал. Он размещался в актовом зале КГБ и был известен как кинотеатр повторного фильма. Там можно было посмотреть некоторые зарубежные и советские ленты, которые не очень жаловал большой экран. Правда, через 10 лет чекисты выдворили непрофильное заведение. Остальные подробности ищите в газете «Петрозаводск». На этом я с вами прощаюсь. А все, о чем мы сегодня говорили, можно найти на нашем сайте nikodefismedia.ru, а также на сайтах газет «Петрозаводск» и «ТВР Панорама». В студии для вас работала Анастасия Зайцева. И до встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин